Здравствуйте! Мы продолжаем наши рассказы о языке. Рассказы о том явлении, которое настолько привычно нам с вами, что зачастую мы даже не замечаем того, как мы пользуемся языком, не говоря уже о вопросах, почему это так, а не иначе. Сегодняшний наш рассказ мы назвали «Мир без слов». И не случайно. Дело в том, что достаточно большой пласт общения протекает между людьми без использования звучащего языка. Ну, такой самый простой банальный пример. Кто как здоровается, как приветствуют люди друг друга. Вот европейцы, например, пожимают друг другу руки, а дальневосточная культура знает совсем иной принцип установления контакта. Китаец, встречая друга, пожимал руку себе самому. А вот лапланцы, северные народы, трутся в знак приветствия носа. Американцы могут в качестве приветствия похлопать друг друга по спине, а латиноамериканцы обнимаются. И так далее. То есть на земном шаре бесконечное количество возможностей вот такого безмолвного приветствия, то есть общения без языка. Это как бы норма. В норме мы не всегда замечаем то привычное, что нас окружает. Ситуация, конечно, изменяется, если речь идет о какой-то потолоке. В науке хорошо известна маленькая девочка по имени Елена Келлер. Она была до определенного возраста слепой и глухой, и, естественно, у нее возникали проблемы с общением. То есть она вообще не знала и не понимала, что люди, как люди могут друг с другом разговаривать. И вот однажды, когда Елене Келлер было уже 7 лет, ее воспитательница пришла на ум интересная мысль. Она взяла девочку за руку и попыталась при помощи того или иного пальца скорректировать ее желание. И в какой-то момент девочка поняла, что ее жесты начинают понимать другие люди. Таким образом, это был первый маленький шаг к установлению контакта с другими людьми. То есть начало контакта – это, собственно, и начало общения. Вот в древности, наверное, как предполагают языковеды, люди, не только дети, но и взрослые, они ощущали себя примерно так же, как маленькая Елена Келлер, до того, как она обрела способность говорить. Естественно, никто в древние времена не умел говорить так, как мы с вами. Люди жили в мире безымянных вещей. Можно сказать, что люди начали свое земное существование в мире без языка. Как же мог происходить разговор тогда? Да, наверное, так же, как он зачастую и сегодня еще может протекать между людьми. Это то, что называется разговор при помощи жестов. Дело в том, что люди в наше время многие вещи объясняют при помощи рук, точно так же, как наши с вами далекие предки. Вот те самые жесты, которые, вы согласитесь, со мной мы очень часто используем. Ну, естественно, первобытные люди обнаруживали свои чувства не только при помощи жестов. Они могли покраснеть, их что-то могло ввести в замешательство. Недаром мы до сих пор можем выразить при помощи языка вот наши ощущения, которые передаются изменением цвета лица. Насколько обширен может быть такой словарь? Ученые подсчитали, человек может производить на самом деле до 700 тысяч различных движений при помощи рук. И тогда, соответственно, все эти жесты, все эти движения могут быть осмыслены, им можно приписать какой-то смысл. Естественно, разные культуры, разные народы по-разному используют этот богатый арсенал. В одних странах, например, в Южных Латинской Америки, в Италии, люди жестикулируют очень много, часто и активно. В других странах, в других нациях это отмечено гораздо реже. Но даже если человек не помогает себе сейчас в разговоре жестами, то уж наверняка он либо кивает головой, либо улыбается или хмурится. Поэтому, собственно, и язык отражает вот эту возможность молчаливого общения. Вспомните, как часто мы говорим, он задирает нос, характеризуя человек, либо он рвет на себе волосы. Это, собственно, передача целой проблемной жизненной ситуации, либо у него вытянулась физиономия. Или же мы говорим другому человеку, выше голову, не вешай нос, либо на тебя пальцем будут показывать, или чего губы надул. И представьте себе, на самом деле, ведь с языком жестов, то есть когда мы не говорим, а только демонстрируем наши чувства, отношения, мнения, впечатления от окружающего мира, вот насколько общение становится от этого более полноценным и более интересным. Разумеется, не надо считать, что древние люди говорили только жестами. Безусловно, у них с самого начала был и звуковой язык. То есть как только появляется человечество, вместе с человеком появляется и звуковой язык. Но вопрос лишь в соотношении звукового языка и языка жест. Здесь возникает следующий вопрос. А насколько любые люди могут овладеть звуковой речью? Или это доступно не всем? Ну, во-первых, сразу возникает вопрос, а сколько различных звуков может произнести человек? Пять тысяч, пятьсот, тысячу. Но оказалось, что не больше пятидесяти. Вот примерно это та средняя величина. Список, оптимальный список звуков, которые может производить человек в силу своей физиологии, ограничен сорока или пятьюдесятью звуками. Чего, конечно, никогда не могут себе позволить животные. Человек, в отличие от животных, может играть звуками. Это одна из его способностей и одна из его особенностей, как человек. Одно время было принято считать, что не все звуки доступны представителям разных национальностей. И эскимос, либо японец, или европеец вряд ли могут овладеть тем набором звуков, которые доступны, например, бушмену. И еще одна гипотеза достаточно долго бытовала в европейском обществе прошлого века. А именно гипотеза о том, что язык, способность к языку, к английскому, немецкому, французскому или к какому-нибудь африканскому языку является врожденной. То есть человек с самого рождения способен говорить, осваивать тот или иной язык. Но оказалось, что эта гипотеза мало подкрепляется научными экспериментами. Скорее всего, можно было говорить о том, что да, вообще любой человек с момента рождения может усвоить любой язык, а не только язык того общества, где он родился и живет. Общие предисположенности к овладению языком есть у любого человека. И если японец попадет в европейское сообщество, то он овладеет любым из европейских языков, как исконный житель Европы. Проблема в основном сводится не к тому, насколько продуктивно я, как представитель той или иной национальности, осваиваю родной или неродной язык, а в том, как из неких бессмысленных звуков складывается смысл. Вот как бессмыслица плюс бессмыслица рождает смысл. Ведь сами по себе звуки ничего не значат. То есть, если человек будет произносить один звук беспорядочно за другим, то ничего, кроме бессмыслица, мы не получим. В русском языке, например, звук р сам по себе не значит. Точно так же ничего не значит звук о, либо звук с. Но если все эти звуки произнести в определенной последовательности, то получится слово, например, рос. И значение этого слова, то есть он рос, его растили, никак не вытекает из отдельных значений, если они есть входящих в него компонентов. А дело в том, что если к этому набору звуков прибавить еще звук т, то получится совсем другое слово, рост. Значение слова, безусловно, изменилось, но что-то общее в любом случае осталось. А если к этому же слову, к слову рост, если в нем поочередно менять все четыре звука, то получится несколько слов совершенно различными значениями. Например, трос, торс, сорт. Также можно поиграть с набором звука в словах клоун, уклон, кулон. Обратите внимание, ведь меняются не сами звуки, а их порядок. Возникает вопрос, не порядок ли звуков решает, какой смысл им придается. На самом деле все гораздо проще. Люди, то есть мы с вами, сами решают, какой смысл придать звуку. Пока мы с вами не придадим звуку значение, он ровным счетом ничего означать не будет. То есть мы должны договориться о значении какого-то слова. И вот этот уговор между нами и есть первая основа языка. Ну а затем, договорившись раз, мы можем этому уже научить подрастающее поколение. Ну а затем мы начинаем, мы люди начинаем придумывать все новые и новые слова. Мы делаем это и сейчас. Мы делали, люди делали это на протяжении всего своего существования, всей своей истории. При этом основное, что следует помнить, это, что слова, по сути дела, представляют собой набор символов. А символами мы пользуемся постоянно. Вот пять колец символ олимпийских игр. Дорожные знаки, которые вы видите. Например, движение по кругу, там остановка запрещена, опасность. Голубь, голубь мира, его основная символика. Математические символы. Ну а елка, это, безусловно, символ Нового года. Символами мы пользуемся постоянно. Они окружают нас повсюду. И пока люди не научились пользоваться звуками, символами, они были только наполовину людьми на самом деле. Они не могли говорить, они не могли обмениваться мыслями и не могли тем более спорить. Не могли услышать, узнать что-то новое. На самом деле, наверное, тысячи лет прошло с того момента, как люди стали пользоваться словами, которые просто первоначально индексировали какие-то явления, подобно животным. И только уже ближе к исторической эпохе люди поняли, что языковые знаки должны иметь вот такой символический характер. И с этого момента и язык, и орудие труда, и вся жизнь человечества круто изменилась. Язык вместе с опытом, вместе с познанием окружающей действительности, это познание, которое воплотилось потом в технических изобретениях и позволило преобразовать планету для благоприятного жилья. И главное не это. Главное, что с того момента, когда из звуков родился смысл, когда человек смог пользоваться языковыми знаками, как символами, человек начинает подчинять себе природу. Он начинает понимать, что представляет собой космос. Он становится в состоянии описывать этот космос и определять, как космос влияет на жизнь человека. Вот отсюда известны до сих пор мнения о влиянии знаков зодиака на жизнь человека. Но вряд ли представление о том, что звук может обозначать предмет или какое-то понятие, появилось у людей внезапно. Скорее, оно, конечно, складывалось у них в головах постепенно, со временем укоренялось в культуре. И, наконец, в какой-то момент, когда был накоплен определенный запас вот таких слов, символов, плотина прорвалась, и человек заговорил. Наверняка, самыми первыми словами, звуками все-таки были звуки, выражающие ощущения. Но ведь не только древние люди, но и современный человек пользуется звуками, выражающими ощущения. Вот после того, как люди научились пользоваться словами, их потомки, то есть мы с вами придумали великое множество способов разговаривать друг с другом, используя какие-то краткие междометия либо очень краткие слова, восклицания, ну, например, в качестве приветствия. Типа «эй», «привет», «салют» и так далее. Не исключено, что самые первые слова могли прийти в человеческий язык из подражания природным звукам и голосам зверь. Ну, до сих пор у нас с вами в русском языке полно слов типа «кукарекать», «миукать», «чирикать», «гавкать» и так далее. Причем они ведь обозначают не только, собственно, поведение животных, но в равной степени могут относиться и к поведению людей и характеризовать людей. Поэтому пласт вот таких слов, которые на самом деле восходят к звукоподражанию, достаточно обширен, но не весь словарь языка сводится только к ним. Многие слова представляют собой слова-команды, которые использовались в общении между людьми, принадлежащих к одному племени. И здесь на самом деле тоже не очень большая разница, которая отличает человека от животных. Ну, скажем, от приматов, от обезьян, которые точно так же, как и человек, на первых этапах своего существования жили стадами. И, соответственно, вот в этом микросоциуме необходимо было организовать правильное общение, в том числе и языковое. Проблема ведь заключается, наверное, в очень простой формуле. Чем разветвленнее речь, чем больше общение, тем лучше организовано и сообщество, будь то сообщество обезьян, либо сообщество людей. При этом не стоит забывать, что человек, первобытный человек, имел определенное представление об окружающем мире. И он никогда не забывал о том, что нужно заклинать свою судьбу окружающий мир и не только словами, но и рисунками, или наоборот, не только рисунками, но и словами. Так что вот здесь, в этом освоении мира, в этом заклинании мира, снова стыкуется язык с звуковой и то, что мы назвали миром без слов. Дело в том, что язык ощущался людьми как некое чудо, потому что он помогал решать массу проблем. Именно тогда возникла мысль, не связан ли язык с колдовством. Ведь если пожелать много дичи на охоте, не исключено, что охота будет удачной. Но у нас до сих пор в быту принято использовать, на самом деле, заклинания не только в каких-то ритуальных либо религиозных практиках, но даже в обыденном общении. Ну, вот кто вспомнит о том, как ему случалось ссориться с кем-нибудь, например, в детстве, то когда вы решили помириться, то в нашей, например, славянской практике два парнишки обычно сцепляют мизинцы и произносят такие слова, типа заклинания. Ехали на лодке, кушали селедку, а селедка не годится, надо помириться. Мир-мир навсегда, ссора-сора никогда. Вот такие небольшие заклинания, которые помогают решить какую-то сложную, разрешить сложную общественную ситуацию. Перед вами на слайде достаточно уникальное изображение, которое пришло из Центральной Америки. свидетельствующее о том, что, например, индейцы племени майя обладали достаточно разветвленным языком жестов. Вот на этом древнем рисунке левая рука с вытянутым указательным пальцем означает «ты», а правая рука указывает на ухо, что означает «внимание». То есть это фрагмент росписи, который призывает к слушанию. Ну, очевидно, отсутствующий фрагмент содержал некую сцену, которая опять-таки на молчаливом языке, на языке знаков передавала содержание того, к чему нужно прислушаться. Ну, и когда люди научились разговаривать словами, они вовсе не забросили свой прежний язык жестов. Вот новый способ общения, говорить и слушать, благополучно до настоящего времени уживается и в нашей с вами культуре со старым способом общения, показывать и смотреть. И вот много столетий спустя, после того, как люди начали говорить, начали пользоваться звуковым языком, на язык жестов легла совсем особая нагрузка. Вот, например, язык жестов всегда был основным в некоторых племенах африканских либо австралийских. Дело в том, что существовало, ну, в славянской культуре тоже в свое время существовала такая примета. Слова, сказанные вслух, могут повредить в каком-либо деле. Не только это касалось там рыбалки либо охоты, но и любого дела. Вот, и в нашей с вами культуре до сих пор не принято рассказывать кому-либо о каких-либо своих планах, потому что существует поверье, что информация, рассказанная словами, может негативно отразиться на развитии, на положительном развитии планов человека. Ну, а если мы не будем углубляться вот в такие этнографические исследования, а на самом примитивном бытовом уровне посмотрим, как племена могли обходиться без языка, то здесь в качестве наглядного примера я хотел бы привести опять-таки обычаи, которые характерны до многих горских племен, то есть когда мужчины уходят на охоту, то женщины, которые оставались дома, должны были все это время молчать. Существует такое комическое поверье, а может быть и не поверье, а вполне реальный этнографический факт, что поскольку женщинам нельзя было в отсутствии мужчин на охоте разговаривать, они придумали для общения и широко использовали язык жестов. Безусловно, не только женщины пользуются языком жестов, вот на серии слайдов вы можете увидеть этнографические зарисовки американских ученых, которые смогли определить, какое значение имеет тот или иной жест коренных жителей Австралии. и еще один интересный достаточно момент. Все обстоит достаточно неплохо, если общество пользуется одним и тем же языком, если один язык универсален для всех людей. А вот, например, в такой африканской республике, как Камерун, говорят на нескольких разных языках, и поэтому зачастую происходит взаимонепонимание. Для того, чтобы избежать этого взаимонепонимания, соответственно, люди из разных племенных образований должны пользоваться по необходимости дополнительными жестами, чтобы конкретизировать тот смысл, который они вкладывают в свое высказо. вот пример того, как можно было бы поговорить на языке жестов. На самом деле, это не так сложно, и вот серия картина, которую вы видите на слайде, показывает возможные варианты общения, людей друг с другом. Вот весь такой воображаемый разговор действительно ведется на языке жестов. Причем не надо думать, что речь идет о каком-то детском языке, о детском развлечении. Совсем нет. В Европе известен орден монахов-трапистов, которые дают обет молчания. И никакого другого способа общения, если не при помощи рук, у монахов этого ордена не существует. если не вдаваться в такие достаточно локальные подробности жизни европейского сообщества, то можно обратить внимание на то, что в нашей с вами повседневной жизни язык жестов присутствует в достаточно большом объеме. Ну, например, у любителей спорта. Вот язык жестов в хоккее, например. несколько значений. Опасная игра штраф. Либо тут и до драки недалеко. Либо третий жест грубая игра. Вот это пример, напомню, который показывает, что в нашем с вами повседневном бытовом общении язык жестов играет достаточно большую роль. Это причем у нас с вами, то есть я подчеркиваю, у людей, которые владеют звуковой речью. Что же говорить тогда о глухонемых людях, которые не могут воспользоваться обычной речью? Тогда существует в практике европейской цивилизации то, что называется азбукой глухонемых. Они, глухонемые, в европейской цивилизации естественно могут пользоваться только вот этим языком жестов. На слайдах вы видите возможные варианты жестового языка глухонемых, которые ориентированы на русский язык. Вот разговор по этой системе достаточно успешно ведется глухими и глухонемыми людьми, причем с такой же скоростью зачастую, как и разговор между обычными нормальными людьми, владеющими звуковой речью. возвращаясь к тому, что представляет собой язык в плане использования его в качестве заклинания, в качестве такой обрядовой практики. Я приводил уже пример двух мальчишек, которые решили помириться. опять-таки я не хотел бы, чтобы у вас создалось впечатление, что все о чем мы говорим в этой передаче, которую, напомню, мы назвали «Мир без слов», относится только к детским играм. Совсем не так. В такой, например, культуре, как американская, практически все взрослые люди знают слова народной песенки «Зрейте бобы и ячмень, и горох, и овес». Вот эти слова, которые практически употребляются как присказка в общении взрослых американцев, восходят к некой заглянательной формуле, сопровождающей древний обряд, по которому считалось, что именно слова должны принести хороший урожай. А давайте вспомним теперь и кое-что из нашей отечественной славянской традиции. Наверняка все из вас помнят либо пьесу Островского «Снегурочка», либо когда-то слышали оперу римского «Корсакова», либо на худой конец помнят хотя бы сам сюжет, скажем, сказочный сюжет, который и лег в основу и пьесы Островского, и оперы римского «Корсакова». Так вот, в конце оперы хор поет «Свет и сила бог Ярила, красное солнце наше, нет тебя в мире краше, даруй бог света тепло лета». Вот таким образом автор, живший уже в наше историческое время, представляет себе крестьянский обряд Древней Руси. Сюда же восходят и обряды, например, майского дерева и хороводов, которые водятся вокруг деревьев. При этом любой хоровод, как вы можете знать и по собственному опыту, сопровождается какими-то песнями, которые носят обрядовый характер и похожи вот на такого же типа заклина. А разве мы с вами взрослые люди, живущие в центре цивилизации, как мы считаем, не утеряли казалось бы совершенно бесполезной привычки в каких-то каверзных ситуациях говорить про себя либо вслух тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Либо мы можем спросить, нет ли у кого-то счастливой монетки. Вот такие поведенческие приметы и языковые, и не языковые. Это на самом деле все остатки древних верований. И несмотря на то, что мы многое знаем благодаря современной науке, мы все-таки пользуемся вот этим молчаливым языком, когда мы плюем через левое плечо, встретив на улице черную кошку. и никакая на самом деле научная подоплека, никакое знание высшей математики не может перебороть в нас, современных людях, людях современной цивилизации, вот тот самый реликтовый архетип поведения, молчаливого, не языкового поведения, восходящего своими корнями к архетипическому поведению наших далеких предков. Дело в том, что наши с вами предки верили, может быть, и не безосновательно, никто на этот проблемный вопрос так до конца и не смог ответить. Итак, они верили, и мы продолжаем с вами верить, что можно словами, либо какими-то несловесными знаками повлиять на природу и повернуть ход событий, судьбу в нужную сторону. Вот стоит только произнести нужные слова, либо сделать нужные жесты, и тогда вся ситуация пойдет как по маслу. А вот чуть ошибешься и не то, что кому-то не поможешь, но и самому себе навредишь. Помимо всего прочего, мы можем себя и подбадривать словами. Слова придают нам силы и мужество для того, чтобы идти по жизни. Напомню, что родители, когда выбирают имя для новорожденного, прекрасно помнят на уровне реликтового подсознания о том, что вот как ребенка назовешь, так и сложится его судьба. Мы до сих пор верим в злых духов, в домовых, в оборотней. Стоит только посмотреть на множество сериалов, которые идут в кино либо на телевидении. мы стараемся при помощи слов и неязыковых действий изгнать вот то зло, которое, по нашему мнению, нас окружает в жизни. Заглянания, молитвы. мы стали часто ходить в церковь в наше время. Вот это все отголоски той веры в магическую власть слова и жеста, которые своими корнями уходят в глубокую древность и сохраняются в нас и паны. Такой небольшой английский стишок, который знают абсолютно все люди, которые населяют британские острова. Черт побрал бы злую тетку, ей песком забил бы глотку, сдул бы на коже волдыри и кишки смешал внутри. Или еще одно заклинание выйти бы ей на лешего, родить бы ему котенка и дай ей господи боже покрыться навек паршой. Или давайте вспомним как в коньке горбунке Иван проклинал вора укравшего у него коней, чтоб пропасть ему собаки, чтоб издохнуть в буераке, чтоб ему на том свету провалиться на мосту. Так что никуда мы с вами, дорогие мои, не денемся пока что от этой магической веры в силу слова и жеста. Вот такой мир без слов окружает нас с вами. На этом наша очередная беседа о тайнах языка, о том необычном, что нас окружает в жизни и что связано с языком подошла к концу. Я прощаюсь с вами до следующего рассказа. отец 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 отец